мануальная техника альфа опа то друзьяшки ребятушки джаз ранчики сегодняшнем видео мы с вами будем говорить о том если у вас возник вопрос с первым мотоциклом то я вам сейчас буду советовать какой первый мотоцикл и сука фарш блять фарш на смотрите я буду отталкиваться исходя из своего опыта то есть у меня было первое это 350 к его вот это мой первый мотоцикл и после явы конечно же перепрыгнул сразу на 900 кубовый какая это была история это была история вообще очень интересно и очень интересно я к этому всему привыкал я скажу так история была такая приехали мы в мото дом на тот момент в одессу с братом и начали смотреть мотоцикл были все там 2000 2001 года короче присмотрелась мне зык с 9 2000 года я аж такой посмотрела говорю вот это все понравилось у меня этот менеджер спрашивает который продает а какой у тебя до этого шестисоточка нет 350 к я он мне говорит ты что больной что ли вообще самоубийца я говорю ничего привыкнем привыкнем и так потихонечку привыкать но я вам так не рекомендую поэтому да ребята я вам не рекомендую там с трехсот пятьдесятки садиться на литр или на 900 хотя она у меня это было успешно я привыкал мне было страшно но вам точно не рекомендую вам точно такого не порекомендую потому что хрен его знает как она у вас получится это такой пример знаете от случая до случая вот советую вам шестисоточку взять но там на трехсотки конечно как первый мотоцикл потом шестисоточку а там дальше может вами шестисотки достаточно будет зависимости от вашей местности вот как у меня где я тут катаюсь тут шестисотки за головой в принципе литр тут весь потенциал не мать его и выложить там на определенном участке дороги только она шестисотки будет лайтова ты не напрягаясь будет все будет все будет без нареканий вот даже сто двадцать пяточка неплохая как для привыкнуть чисто понять что это такое по выжимать сцепление и прочее тоже неплохой вариант как для обучающего момента малыши сейчас катаются по 12 лет на таки вообще вполне норм выглядит нечего смотрите нормальная техника альфа для поэтому блин вообще за глаза у нас дороги тут конечно видите как какой надо на эндурике кататься а не блин на спорте блять вообще дорог внимание хрена кстати вот такой вариант тоже неплохо рассматривается такой габариты такие туды и сюды тоже неплохо дианат на таком бы ездила с удовольствием развалилась бы конечно но как вариант почему нет виды мотоциклов это круизер турист спорт турист стрит спорт супер спорт спорт турист дорожник эндуро тур эндуро адвенчер скутер кросс спидбайк ретро и еще куча много других классов которые можно просто задолбаться искать самое главное это не выбор мотоцикла самое главное пройти обучение какую-то хорошую автошколу либо вы на стадионе можете потренироваться но в любом случае вы сначала приобретаете навыки а потом уже думаете покупаете мотоцикл это для безопасности я вам рекомендую это лучший вариант потом уже там вам подарили мотоцикл купили там я не знаю но опять же если вам подарили и вам что-то не нравится знаете имейте совесть и уважение там даже на мотоцикл зубы не смотрят благодарите за это у на которых вообще ничего нет там уже дальше сами себе купите выберите то что вам нравится на то первый мотоцикл на него жаловаться точно поэтому вот как-то так вот друзья я встречал много разных людей которые пишу это такая страшная вещь лучше вообще на нее не садиться я боюсь вот такая категория людей может и делают они чисто на внутреннем состоянии понимать что это не их боится он не боится неважно он чувствует это что это не техника так само как я всю жизнь самого детства я мечтал там восемь лет увидел кольцевые гонки на треке это для меня была мечта я только в 16 лет получил первый мотоцикл я увидел аж потом к 18 годам уже у меня был спортбай там за их 9 аэроторий которые я валю но это были такие незабываемые ощущения первый мотоцикл тоже как на 350 я вот тоже ощущение или такие дают просто неимоверно я просто помню себя в детстве как я катался на велике у меня столько счастья было мама не горю а что значит осуществить свою мечту это просто круто это мечта у меня была еще в 2008 мы были девятом я в салоне и увидел она была в оранжевом цепи вообще такая красотка вот она пожалуйста 2024 мечты сбываются пусть там скажут спартоводы разные то там любая suzuki его порывет да и пускай рвет мне вообще без разницы я его купил для себя для души ну и скажу не каждая suzuki его пары все зависит от того пацаны есть там и проще-проще я этого не делал вам этого не стоит у нас дорог нет и не с кем принципе зарубаться там единицы кто просто хочет попробовать какой-то класс мотоциклов но это вам тоже будет интересно и это будет тоже в рубрике мне вам всему всему свое время поэтому да есть категория людей которые меня я боюсь 0 красиво но я боюсь а ведь категория которая хочу и не ответственно катаются попадают и поэтому не обязательно по их вине там то есть нужную голову и ручка газа запас мощности и проще поэтому есть средние те которые как-то удачно все у них получается поэтому ездим с умом берем первый мотоцикл не мощный это будет во благо вам вашим родным и близким научились почувствовали ваше не ваше дальше уже двигаетесь опять же по этим ощущениям эмоциям страхи не страхи там и прочее поэтому я вам рекомендую к такому вопросу подходить очень тщательно вердикт какой самый классный мотоцикл опять такой это который либо барабану то что там думает поэт подожди я пишу видео пока и выбирать неважно какой-то 100 куколы 200 300 но главное не перекидываться там если с трех сотки на литровый это будет ошибка это единичная суша и кто нормально выживает катается как бы без всяких нареканий поэтому как-то так не забываем подписываться на все соцсети проходят розыгрыши конкурсы и прочее телеграмм инстаграмм тик-ток ну и на еду конечно же сегодня естественно негде нет конечно я ж мужик а